Издательство Эксмо. Елизавета Бута. Битцовский маньяк. Шахматист с молотком. Рано или поздно лишними станут все. Я просто не люблю людей. Они злые. Вы злые. Александр Пичушкин. Имена многих людей, чьи истории вошли в книгу, изменены. Пролог. 2001 год. Москва. «Вы помните мою собаку?» – заплетающимся языком спросил Александр Пичушкину двух мужичков лет 30, которые пытались открыть большую пластиковую бутылку крепкого пива, купленную на последние 50 рублей. С одним Пичушкин когда-то учился в ПТУ. Парень постоянно занимал у него до стипендии. А со вторым они работали в одном супермаркете на соседней улице. Александр, шатаясь, поднялся на две подъездные ступеньки и, ухватившись за железную дверь, повторил. «Помните мою собаку?» «Помним, помним, иди уже отсюда!» – отмахнулся один из выпивок. После чего открыл, наконец, бутылку и, с сожалением, посмотрев на горлышко, все же стал разливать напиток по стаканчикам. Пичушкин пробормотал что-то невнятное, но его уже никто не слушал. Дверь подъезда захлопнулась, раздался глухой грохот. Очевидно, Александр упал, пытаясь подняться к лифту. «Всегда ненавидел его псину. Хорошо, что сдохла таки. Гадила повсюду только. О людях нужно заботиться, о собак отстреливать, чтобы на детей не нападали!» – проворчал второй собутыльник. На улице было солнечно, во дворе никого. Компания, холодное пиво и лавочка со спинкой, на которую можно откинуться – вот и все, что им сейчас было нужно. «Это тот лохматый черный спаниель, который на всех бросался?» – спросил первый парень. Его приятель кивнул и счастливо зажмурился от яркого солнца, пробивавшегося сквозь ветки деревьев. «Я этого кобеля дважды потравить пытался. Живучий, как крыса был, только ноги отнялись, а так хоть бы что. Он на мою Машку нагавкал, когда жена ее на санках везла. Хотел тогда прибить шавку, но этот придурок влез, решил не связываться. Травить не вариант, это подло. Хочешь помочь и очистить город, чтобы на дочку не напали? Бери пистолет и отстреливай, это честная охота. А травить – подло!» – сознанием дела проговорил второй. «И много у тебя пистолетов под кроватью? Жена знает?» «О жене и не надо знать. Бабам такое не понять, они сразу визжать начинают. Жена же не сечет. Если собак не отстреливать, они расплодятся, собьются в стаи и на людей будут охотиться. Животные же ничего не соображают». Пока шла беседа, опять послышался какой-то грохот. В дверях показался Пичушкин, но на этот раз у него в руках была деревянная коробка с шахматами. Он выглядел еще более пьяным и взъерошенным, чем когда заходил в подъезд. Мужчина обвел мутным взглядом по летнему пустой двор, деревья возле дома, клумбу с цветами и снова уставился на своих знакомых, расположившихся на лавочке. Те заметно стушевались при виде Александра, которого все считали нормальным, но туповатым и опустившимся парнем. По крайней мере, жены подвыпивших приятелей обычно именно так о нем отзывались, хотя чем именно Пичушкин был хуже их мужей, женщины толком объяснить бы не смогли. Александр смотрел на них явно дольше, чем это принято у соседей, мало знакомых друг с другом, если хочешь оставаться в рамках приличий. Сидящим на лавочке стало не по себе. То ли от этого взгляда, то ли от коробки с шахматами, которая их всегда раздражала. Они помнили, как Пичушкин, еще сопляк, садился играть с их дедами, будто знание правил делало его лучше других. «Сыграем?» Полуутвердительно выдавила себя Пичушкин, раскладывая на лавочке шахматную доску и расставляя фигуры. «Да не люблю я эту чушь с играми! Не маленькие уже!» Скривился бывший сокурсник, но все же сделал ход, которым, как он знал, нужно начинать партию. Александр моментально передвинул фигуру, хотя ему с большим трудом удалось попасть в пределы клетки. Его соперник, вспомнив что-то, шагнул пешкой в ответ. В следующую минуту Пичушкин усмехнулся, переместил по диагонали ферзя и сказал. «Мат! Не попадай в ловушку на чужой доске и не давай расписки, если не собираешься платить!» «Помнишь?» «Помню, помню!» Поморщился парень, который был уже не рад тому, что они с приятелем выбрали эту злополучную лавочку. «Собаку мою, спрашиваю, помнишь?»